Всем привет, меня зовут Целин Евгений, я художник, и если вы смотрите это видео, то скорее всего вы пришли из TikTok. Так как там у меня выложено довольно много маленьких видюшек, они довольно эффектные, но в них не хватает, конечно, деталей, и через них очень сложно отследить и понять весь процесс, по которому я работаю и выстраиваю свои работы. Поэтому я решил для себя и для вас попробовать новый формат и выложить целиком ход работы, чтобы можно было отслеживать все стадии и принципы, по которым я их, собственно, делаю. Так я обычно начинаю свою работу большой кистью, сиеной, я начинаю накидывать первые штрешки, линии, очертания будущего рисунка. Я пишу по фотографии в данном случае, часто использую именно этот принцип, меня это вообще не смущает, вообще не понимаю разницы натуры или фотографии, для меня это вообще несущественно. Конечно, это очень такой спорный и дискуссионный момент, но лично я для себя решил именно так. Вот, мы довольно свободно накидываем какие-то пятна, очень условно, не стараемся сразу сделать все идеально, потому что в процессе работы мы все это подрежем, вылепим и уже где-то на завершающей стадии доведем рисунок до того состояния, которое нам будет нужен. Я как бы пропагандирую именно такую, такой стиль и такую стадийность работы от общего к частному. Мы начинаем большими мазками, большими массами, все очень смело ищем. Вот, то есть я даже не пытаюсь сделать что-то четкое и ровное. Я больше сейчас думаю о том, чтобы сделать какие-то эффектные и красивые мазки, которые в конечном итоге я сохраню и это будет просто прикольно смотреться. Для этого использую такую растопыренную кисточку. Это просто часть такой эффектной живописи. Вот, начинаю чаще всего я именно с сиеной. Люблю теплые такие подмалевки. Ну и вообще, так как у меня классическое образование, это уже, наверное, привычка выстраивать ход работы от теплого к холодному. Ну и вдобавок ко всему это красиво смотрится. Конечно, можно экспериментировать, можно отходить от каких-то правил и прочее. Но тут каждый для себя находит. Я же вот лишь пытаюсь вам показать, как я делаю и почему. Немножко добавить код в комментарии, чтобы было более понятно и ясно. Часто вожу такие красные штрешочки, они всегда прикольно смотрятся. Особенно, когда мы пишем портрет. Вот, немного о красках я хотел бы поговорить. Это белево-титановое, стронцианка, желтый-лимонный, охра, кадмий-красный, сиена, ультрамарин, кубльт-фиолетовый, веридоновая, кубльт-зеленый-световый, изумрудка, сиена-жженная и умброженная. Это вот палитра моих красок, которыми я пользуюсь. Начинаю потихоньку вводить беливо. Делать такие замесы для полутонов. Они все еще теплые. Делаю замесы на домарном лаке, так как эту стадию можно определить как подмалевок. И мне надо, чтобы вот эти первые широкие мазки, которыми я раскрою ту плоскость, с которой буду работать, высохли довольно быстро. И впоследствии не смешивались с теми мазками, которые я буду класть сверху, чтобы лепить объем. Поэтому я мешаю краске прямо на чистом почти домарном лаке. У меня стоят две баночки, когда я пишу. В одной домарный лак, в другой white spirit. И так как я начинаю на лаке, мне в походе работы нужно всегда как бы промывать кисть, иначе она просто засохнет и застынет. Вот. Ну, именно вот такой ход работы я для себя нашел. Методом проб и ошибок и прочего. У меня есть разные эксперименты, которые, кстати, показаны в тиктоке. То есть я пишу и просто по негрунтованной бумаге, и в этом тоже есть какие-то свои плюсы. У нас краска моментально впитывает свою масляную основу, высыхает, схватывается, но теряет немного, немного цвет изменяется. И немного по-другому она воспринимается. Вот сейчас я показываю, как я мешаю какой-то телесный оттенок. Берем белила, берем охру светлую, берем кадми красный. И всегда в такой замес я добавляю кобальт зеленый светлый. Это именно вот такая краска, которую я рекомендовал бы вам иметь в своей палитре. Очень часто ей пользуюсь. Принцип такой, что если мы, допустим, будем использовать просто белый охру и кадми красный, этот замес получится очень открытый. Цвет будет не такой естественный. Именно зеленый добавляет такой... Он, во-первых, гасит. Это сочетание добавляет ему сложности. И вот так он выглядит, если мы положим его к белому листу. Вполне приемлемо. И с тем учетом, что дальше мы будем это все высветлять. Вообще, ход работы я выстраиваю таким образом, что закладываю изначально мазки темнее, чем они есть на самом деле. С тем учетом, чтобы я потом шел на высветление. Мне кажется, это оптимальный такой прием для работы что маслом, что темперой, что акрилом. Здесь довольно похожие, в принципе, я использую. Вот такими большими мазками мы как бы пытаемся прочувствовать форму. Закладываем объемы и большие цвета и тени. Которые впоследствии мы можем разбивать и работать с ними. То есть вот есть такое понятие большого света, большой тени. В которых мы потом можем искать какие-то полутона, цвета, разбивать. И искать уже более такие тонкие объемы. Но при этом все равно сохраняя вот это вот понятие большого света и большой тени. Иначе мы потеряем объем. Вот такие я использую красные замесы. Обязательно тоже с кобальтом зеленым. Чтобы цвет был не открытый. Сложный. И вписывался в нашу цветовую гамму. Если я ввожу какой-то яркий цвет, я обязательно пробегаю по всей плоскости. Чтобы этот цвет не одиноко смотрелся, а всегда воспринимался как ряд пятен, которые бы играл в нашей плоскости. Вот так я его ввожу в разные участки нашей картины. И собственно начинает там жить, сливаясь с другими мазками. Ну и плюс, когда мы пишем портреты, обязательно такие красные вставочки, которые имитируют кровеносные сосуды, которые близко подходят к коже. Ну и естественно у нас на лице губы будут довольно красные, крылья носа, уголки и слезняки глаз, где-то по краям. Ну в общем мерцающий, довольно активный красный цвет в портрете всегда воспринимается очень хорошо и добавляет какой-то жизни портрету. Все довольно условно. То есть я создаю такую, можно сказать, декоративную заготовку. Пытаюсь раскрыть все. Приблизительно попасть в тон и цвет. Приблизительно заложить объем, чтобы впоследствии уже работать с этим материалом, уточнять и лепить уже на базе этого. То есть сейчас все еще идет такая подготовительная работа. Она очень условная, свободная, быстро бегает кисть, рука, быстро перемещается. Вот и довольно свободно я выстраиваю серию мазков из того или иного цвета. Темные пятна это такие, как маячки, которые держат у нас какие-то основные объемы. И цветовые, тоновые ритмы внутри картины. Как бы те метки, за которые мы цепляемся, от которых отталкиваемся и вообще это такие очень важные ориентиры. Очень условно я обозначаю глаза. Они все равно у нас находятся в большой как бы тени. Вот, все очень условно и это всего лишь такие подготовительные моменты для дальнейшей лепки и поиска их рисунка и объема. Также в начале работы я стараюсь класть краску довольно тонкими мазками. Опять же, чтобы она схватывалась и с тем учетом, что сверху я точно буду еще наносить пару мазков. И если первый слой будет довольно толстым, то краска будет перемешиваться. И чаще всего это будет давать не тот эффект, который нам нужен. Вот, мы убираем белые пятна. Область лица становится более цельная. Появляются большие объемы. Форма носа. Боковые плоскости носа. Приблизительный рот. Вот, опять я ввожу активный кобальт зеленый. Чуть-чуть его смягчаю. Вплавляю его как бы вот в красноватый замес, тем самым подгоняет цвет к нашей гамме. Обязательно добавляю охру. Обязательно кадми чуть красного. Чуть белило. Чтобы смягчить его. Вот. Специально показываю какие-то свои замесы, которые чаще всего я использую в своих работах. Но, конечно, цвет это отдельная наука, которую надо тоже изучать. Обязательно найдите информацию про цветовой круг. Обязательно сами попробуйте сделать цветовой круг. Вообще полезные упражнения. Помешать цвета. Почувствовать краску. Вот. Почитайте про... Как выстраивается цветовая гамма. Что такое рост и контрастная цветовая гамма. Ну и вообще информация про культуру цвета. Очень интересно. Ну и... Необходимо просто для человека, который занимается живописью или увлекается живописью. Ну и вообще много на где используется. В совершенно разных отраслях. Там дизайн интерьера до людей, которые делают макияж. Вот в данный момент что-то уже начинает просматриваться. Если мы прищуримся, то уже начинает появляться довольно условное очертание лица. Обязательно прищуривайтесь, когда пишете. Это просто необходимое действие, которое позволяет нам видеть именно тональность. Мы прищуриваемся. У нас уходит цветовое решение. Вот эти цветовые красочные места, которые нас отвлекают и смущают. И мы видим именно отношение темных и светлых пятен. Как они работают. Не нарушают ли они наш рисунок. В том ли месте положены мазки. Поэтому обязательно прищуривайтесь. Это очень полезно. Либо можно себя проверять даже телефоном. Переводим камеру на телефоне в черно-белый режим. Наводим. И все нам становится сразу понятно. Очень хороший лайфхак, чтобы проверить себя по поводу тонального решения. Работаем. Вот я намешал более светлый колер. Начинаю подрезать крылья носа. Уточняю детали. Мазки становятся более прицельными, более вдумчивыми. Это вот как раз про ход работы. То есть начинаем мы очень экспрессивно, свободно. Но чем дальше идет у нас работа, тем кисть становится меньше. Мазки осмотрительнее. И на самом последнем завершающем этапе мы уже маленькой кисточкой ставим последние брики. Уже очень точно и в правильное место. Но к тому моменту, когда у нас практически все сделано, нам просто становится понятно, где должен стоять тот бличок. То есть уже все найдено. Уже мы понимаем, где вот эти пики, переломы, формы. И если вы поймете вот этот принцип, то это, конечно, существенно расширит ваш рабочий арсенал и добавит совершенно какой-то новый уровень вашей работы. Просто попробуйте. Понятно, что здесь не все так просто и надо держать в голове рисунок без построения. Но все должно быть на своих местах. Вы должны чувствовать оси, наклоны, расстояние между глаз, пропорции лица. Просто мне кажется, что при таком способе рисования сделать это просто легче. Чем хорошо масло, тем, что оно не меняет свой цвет в процессе высыхания. И мы можем сразу наглядно видеть, правильно у нас лежит мазок, подходит он по цвету, по тону, сидит он в том месте, куда мы его положили или нет. В этом существенное отличие от таких красок, как акрилы, темпера, гуашь. Когда мы кладем цвет, и когда он сырой, он один. Когда он высыхает, он меняет свой цвет, он меняет свой тон. И мы должны как бы просчитывать ту ситуацию, что у нас случится с тем или иным мазком. Насколько он потемнеет или посветлеет. Вот в этом плане живопись маслом, конечно, я считаю, что это большой плюс. Но опять же, все дело привычки, чем больше вы пишете. Тем больше вы чувствуете ту или иную краску. Вот у меня был опыт, когда я писал, там почти 10 лет. Краска похожа на темперу, которая высыхала и темнела. И ты уже просто знаешь, что будет с тем или иным мазком. Действуешь как бы на опережение. Вот так маленькой кисточкой мы добавляем графики, каких-то деталей. Чуть поднимаем линию рта. Уточняем брови. Ищем вот этот ритм темных пятен внутри лица. Такие ключевые точки, как разрез рта, тень под губой, ноздри, брови и очертания волос по краям. При таком стиле письма мы как бы все время оставляем за собой право на ошибку. Мы делаем все довольно условно, без точных, контрастных мазков. Все такое немного, как в тумане. Все очень условно. И потихоньку в процессе работы мы каждый раз уточняем. Каждый раз мы правим рисунок. Каждый раз мы подрезаем тень или свет. То есть, в этом как раз и основа этого принципа. Мы как бы лепим вот эту массу, мы ее двигаем. Выше, ниже, шире. И чем больше у нас появляется раскрытого пространства, тем больше появляется информация и понимание. На правильном ли месте находятся глаз, губы или рот. Вот, немного деталей верхней губы. Мы ее еще поднимаем. Добавляем какие-то характерные особенности. Смотрим на фотку. Я пока не знаю, как будет заходить такой формат. Будет он интересен или нет. Это вообще экспериментальное видео. Так что, если вы посмотрели и напишите какой-то отзыв или комментарий о своих впечатлениях, что вам понравилось, что нет. Какие слабые моменты, что было полезно. Это было бы очень полезно и важно для меня. Так что, я буду очень благодарен, если вы это сделаете. Чтобы понять, как действовать дальше. Что снимать. На какие вещи обратить внимание. А какие-то, может быть, вообще опустить. Так как они не нужны и вообще никак не воспринимаются. Поэтому я, конечно, жду обратной реакции. Но посмотрим. Я думаю, со временем это будет видно и понятно. Ну, мне кажется, что это довольно полезно. Когда есть такая возможность, даже просто вот сесть, периодически ставя на паузу, взять и, допустим, вместе со мной порисовать и покопировать. Вообще, это довольно полезный момент, даже в плане выучить какие-то там цветовые замесы, понять, какие краски я использую. В общем, есть смысл покопировать. Так как масляная краска у нас длительное время остается пластичной и не высыхает. Один из приемов, который мы можем использовать, это расфлицевать и смешать маски, лежащие рядом. То есть мы берем кисточку и аккуратным движением, еле касаясь, начинаем как бы сбивать верхний слой мазка, вплавляя его в соседний. Таким образом можно сделать очень тонкие плавные переходы. И доступно это исключительно канонопишем маслом. Я в данном случае решил все подсмягчить, вот эту центральную часть, нос, губы. Так как я решил прописать именно эти моменты. Остальные вещи оставить более условно. Глаза, скорее всего, может быть, еще чуть-чуть я пролеплю. Но остальное останется в таком состоянии. Хочу сохранить какую-то вот экспрессию, небрежность, рваность линий. И, конечно, я работаю в этом направлении. Хочу сделать еще более свободные вещи. Но пока тоже не все получается. Что-то смотрю, что-то пробую, что-то не получается. Но это нормальный и естественный процесс. В общем, мы постоянно находимся в поиске чего-то нового, интересного. Осваиваем какие-то приемы. Или пытаемся включить что-то новое в свои работы. Вот так вот слицовываем, сбиваем где-то границу, чтобы не было все это слишком явно. Тоже очень интересный прием, обязательно попробуйте его. Но это может смотреться где-то очень прикольно и уместно. Тоже работа с такой фактурой. Ряд грубых мазков чередуется с плавными переходами. Может быть, издалека это не так хорошо смотрится. Вернее, не так эффектно. Но вблизи очень прикольно. Продолжаем лепить форму носа. Разбираем ее на такие площадочки. Прочувствуем вот эти все переходы. Аккуратненько находим именно тот рисунок, который нам нужен. Подрезаем лишнее. И смягчаем уголки губ. В общем, процесс живописи для меня это такой непрерывный поиск и правка рисунка. Как ни странно бы это звучало. И я не могу сразу сказать, как это будет выглядеть. Кто-то мне писал, что вот ты в голове держишь конечный результат. Это не так. Я не знаю, как будет выглядеть работа в конце. Именно все создается в процессе. Весь этот поиск происходит. Иногда он получается, иногда нет. Иногда ты прям кайфуешь от того результата, который случается. Иногда просто срываешь бумагу или картон начинаешь заново. Понимая, что продолжать работу невозможно. Что те места, которые бы ты хотел оставить, они уже загублены. В общем, муки творчества, безусловно, здесь присутствуют. И для меня, конечно, абсолютно нормально сорвать работу, оставить ее, потом закатать и заново записать чем-нибудь. Есть у меня такие холсты, которые там по 3-4 раза были записаны. Они толще обычного и тяжелее. Просто для меня важна вот эта свежесть, важны какие-то такое визуальное ощущение легкости. Я стараюсь его сохранять и проносить через всю работу. Поэтому не стремлюсь что-то переделывать и мучить в кавычках свою живопись. Вот добавляем мы еще один цвет. Еще сильнее высветляем. Это уже такой подход почти к блику. И вы можете заметить, что уже мазки ложатся в правильные места. Уже все очень аккуратненько, довольно аккуратненько. Кисть работает совершенно по-другому. Ну, как раз в этой работе можно наглядно увидеть все стадии. От широкой яркой экспрессии до аккуратных и выверенных мазков. Также еще мне интересен момент, в каком формате записывать видео. То есть для ТикТока я пишу вертикальные видео и в Ютуб я попробую для начала выкладывать именно вертикальные видео. Потому что мне все-таки кажется, что людей, которые смотрят через мобильные телефоны, сейчас в разы больше, чем тех, кто смотрит с компьютера. Так что тоже отпишитесь, на каком устройстве вы смотрите. Как вам удобнее воспринимать информацию? С телефона в вертикальном режиме? Или все-таки вы используете монитор и вам нужно горизонтальное видео? Это сейчас, конечно, такой интересный вопрос. Вот уже пошла такая тонкая работа. Все уже очень аккуратненько. Тоненько. По поводу кистей. В данной работе я использую синтетику. Вот какое-то время уже пишу именно ей. Хотя до этого долгое время писал исключительно щетиной, если мы говорим про масло, акрил и темпера. Но отличаются они рисунком мазка. Щетина оставляет такие рельефные мазки. А у синтетики они мягкие и плавные. И в данном случае мне почему-то хочется именно такого эффекта. Кисти, которые у меня есть в арсенале, это довольно больших номеров. 20-22 обязательно есть кисть для формата А4, А3, 15-16. Две или три кисти обязательно должно быть. Круглая кисть. Шестерка или пятерка. И совсем маленькая кисть. Единичка. Круглая. Единичка, двойка. Для графики, для каких-то тонких подрезок. Для бликов, для тонких таких тенюшек и прочих штук. Наверное, это вот такой минимальный необходимый набор кистей, которые надо иметь. Конечно, можно больше. Но для начала будет вполне достаточно. Еще высветляем. Это уже такой прям светлый колер. Почти перед тем, как положить блики. Мы начинаем разбирать уже плоскость света на свой объем. То есть, у нас есть большой объем свет и тень. И в светах есть еще более мелкий объем. И в тенях точно так же. То есть, каждую эту плоскость мы можем разбивать на свой рельеф. И искать уже как бы свет в светах, тень в тенях. Добавляя большей градации. Так как я, в принципе, в данной работе не использовал густых мазков. Вот сейчас уже третий или четвертый слой. Видно, что он хорошо ложится. Что он не смешивается с нижней краской. И этого, конечно, я добиваюсь и работаю над этим. Чтобы все это не превратилось на финальной стадии. В такую кашу из непонятных цветов. Поэтому толстые мазки, густые, если я их кладу, то кладу в самом конце. И я уже знаю, что сверху я на них уже ничего не положу. Поэтому, как правило, это последние цвета, либо блики самые толстые, рельефные и эффектные. Ну вот еще раз мы можем сравнить с фотографией, посмотреть какие-то общие очертания. Добавляем блики. Как раз очень аккуратненько блик должен лежать в очень правильном месте. Если мы ошибаемся, то он нарушит всю у нас форму. Поэтому поставить блик это тоже целое дело. Блик я ставлю не чистым белилом. Это тоже обязательно смесь. Как правило, туда добавляют чуть ультрамарина. Чуть глубоватенький такой. И вот сейчас вы можете наблюдать, как, собственно, у нас и выстраивается эта цветовая гамма. От теплых теней к холодным светам. Как она живет, играет. Вот такие финальные блики. В самых активных местах. Тут же такая финальная доводка. Финальные эффекты. В принципе, вот такое состояние я бы хотел оставить. На данный момент получается у нас около 40 минут. Можете наблюдать именно такое состояние. Можно дальше прорабатывать глаза. Найти их. Все по такому же принципу будет выстраиваться. Тут просто стоит вопрос. До какой степени готовности вы хотите доделать работу? Если продолжать, то из такого состояния можно вылепить абсолютный реализм. Найти все детали. Найти портретное сходство. Вот используя такие принципы. Ну, это уже у нас финальные штришки. Я думаю, мы будем заканчивать сейчас потихоньку. Так что всем большое спасибо, кто досмотрел до этого момента. Я думаю, что буду впредь практиковать видео на YouTube. Буду дальше выкладывать. Постараюсь делать какие-то короткие видео для TikTok. И делать большие подробные разборы. И длинные видео для YouTube. Так что всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok